Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я продолжаю с того же места, особо долго не распинаясь. Так, нужно сразу приноровиться, потому что не стрелял я в этой игре уже довольно-таки давно, к управлению, ко всему. Так, покрутить, покрутить, параллельно я проходил другие игры, всё подзабыл. Так, значит, давай-ка вытаскивай ты свою башку, у меня на тебя особо времени нет, тут ещё куча придурков. О, молодец, красавчик. Готов. Пойдём дальше, пойдём дальше, не будем ссать. Привет, приятель, как тебя зовут? 17-летний убийца, я уже забыл. О, это враг? Нет, это друг. Где враг? Заметил, кстати, говорят, ну, давно уже, не только сейчас, но вообще, я как-то не обратил внимание на то, что эта игра, она как-то более аркадна, чем первая мафия. Вот можно обратить внимание, что существуют всякие вот эти приблуды, типа подсветки врагов и друзей. В первой мафии такого не было, там у нас просто был белый прицел и всё. Существует подсветка небольшая, оружие, по-моему, даже если оно выпадает в этой игре. Первая мафия, она просто лежала, она выглядела как-то реалистичнее. На мой взгляд, на мой скромный взгляд, это скорее минус второй мафии. Вот эта аркадность, вот эта большая похожесть на GTA, скажем так. Вторая мафия, она тем и отличалась, что она была не похожа на GTA, более, казалось бы, серьёзная подавалась история. Смотри, атмосфера, антураж, всё выглядело как-то серьёзнее, стало всё несколько... Ой-ой-ой, несколько, опять же, аркаднее, несколько несерьёзнее, как-то более по-детски, что ли. Мне кажется, это скорее хуже, но, с другой стороны, к этому тоже быстро привыкаешь, и особо из-за этого париться я бы не стал. Да кто стреляет, я понять не могу. А, вон, 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 да, торчит мудень. А вот ещё один, да. Я не успеваю просто во всех в них целиться, мать их. Так, скоро, наверное, мне, я чувствую, придётся играть в очках, потому что я уже плохо вижу издалека, где эти мудаки. Приходится прям в монитор, прямо в монитор впериваться башкой-то своей. А это неудобно. И ещё надо, кстати, быть аккуратней, потому что... Не ровен час грохнут, и сначала начинать не особо-то охота, поэтому, я не знаю, может, даже стоит помолчать? Да, нет, о чём? А чё, какой там нахрен помолчать? Я, да, помолчать, это ж... Это невозможно. Так, ну-ка, держи-ка. Помогайте, ребята, помогайте, что ж вы... Что ж вы все такие днищенские? Давайте, убивайте их вместе со мной. О, по-моему, я... По-моему, я по хэдшоту раздавал вообще красиво, мне понравилось. Надо почаще так. Здорово, друг. Раз, готов. Ой, приехали всякие муд. Давай, давай. О, так у него сейчас тачка взорвётся, надо отваливать, наверное. Да-да-да, вот сюда. Прикрой, прикрой, Джо. Я уверен, что ты прикроешь с твоим-то брюхом, ты можешь прикрыть сраного слона. Давай, и меня тоже прикроешь, и всех прикроешь. Красавчик вообще. Так, как надо... Где там бензобак? По-моему, вон, точка. Ну, хрен в неё, аж попадёшь отсюда. Это ж не так просто. О, получилось. Где ещё один бензобак? Давай, давай, Вита, я верю, у тебя всё получится, у тебя удастся. Ну, что ж такое? Там нет бензобак? Нет там бензобака и нет патронов у меня ни черта. А ну, бери. Бери оружие, Вита. Так. А, у меня сейчас Томпсон. Томпсона, правда, мало. А, окей, я понял. Я понабрал этого сраного револьверика. Целую кучу патронов. Давай так, оп, скольжением. Готов. Не, не попал. В него сейчас не так-то просто отсюда попасть, потому что он там перегораживает автомобиль. Давай ещё раз. Окей. Так, раз, готов. Нет, не получается. Да выставь ты свою башку. Что ж такое? Всё равно же ты это сделаешь. Какая разница, сейчас или потом? Сэкономь время и мне, и себе. Хотя бы уж себе, если не мне. Зачем тебе... Так. Зачем тебе морочить голову нам обоим? Давай. Теперь, наверное, куда мне? Прям туда? Мне не хочется идти на передовую, как бы. Не очень. Я не из тех людей, которые на амбразуру бегут. То есть, вид-то, конечно, из тех людей, он вообще дурак по жизни. А я вот как бы нет. Я поумнее, я бы вас пропустил. Давай-ка вот сюда. Так, ждём. Высматриваем. Сейчас куча ублюдков посыпется отовсюду. Как сраная конфетти в Новый год. Я уверен в этом. Давай за шинами, блядь. Там кто-то орёт уже. Э-э-э-э. О, тихо, тихо, друг. О, попал, попал, попал. По-моему, я его не дострелил. Ещё немножечко оставалось. Давай, давай по-быстренькому. Ага, вот так. Чётко. Вообще, надо признать... Ой, тихо, тихо, тихо. Надо признать, хотел я сказать, пока меня не перебили, что во второй мафии перестрелки, они как-то менее весёлые, чем в первой. Потому что вот эти долбанные укрытия сплошные. То есть, все перестрелки сводятся к одному и тому же. Мы ныкаемся со сраным ящиком, выглядываем и ждём, когда какой-то мудак выглянет, ныкаясь за странным ящиком номер два. Вот и всё. У нас ящик один, у них ящик два. Вот и вся разница между тем, что... У них ящик два, у нас один, короче. Что-то я запизделся. А ну, раз, два, три, четыре, пять. Да что ж ты будешь делать, а? Этим говном не так-то просто целится на дальние расстояния. Ну и к тому, что все ныкаются за ящиками. Вот и вся игра. То есть, в первой мафии такого не было. Там тоже, конечно, надо было прятаться. Но это не носило характер. Вот такой вот... Вот прилип он, блин, к стене прям прилип и не отлипнет. Вот смотрите. Ну, не к стене, а к турбине какой-то. Какой-то такой херни он прилипнет. Да что ж ты будешь делать? Меня всё так попадает и попадает, а? Давай, наверное, вот тут вот сбоку бы прям вот так раз. Патроны для кольта. Чётко. Мне туда идти, в принципе, уже безопасно. То есть, я их пропустил. Я умный человек. Правильно сделал. Так. Тихо-тихо. Так, я вот тут вот с тобой бы... Молодец, что... Ой, тихо-тихо-тихо. Нет, вид, назад-назад-назад-назад-назад. Ух. Так, кто там? Привет. Готов. Так. Чё он крикнул? Ёбаный в рот или мне показалось? Джо, не надо так. Не хорошо вообще. Не культурно. Хотя я сам не намного лучше тебя. О-хо-хо. Да. Хедшотик. Красота. Так, пять патронов осталось. Это значит, что? Надо взять патронов. О, уже лучше. Пять из тринадцати. Ой, пять из восемнадцати. Ага, пошёл ты к чёрту, слышишь? Прям как чётко я в голову там высаживаю. Я красавчик вообще. Давай. Оп, тихо. Не, я вот так вот. И потом, наверное, вот... Не, не получается. Не получается. Там якобы зазора нет. Игра зазора не видит. Готов. Готов. А, это Джо. Чуть Джо не завалил. Чудесно. Вот это да. Я раздаю просто в голову. Раз, два, три. Раз, два. Да, блин. Умри, пожалуйста. Умри ты уже, наконец. Перехвалил я себя. Перехвалил. Всех отстрелил. Одного не могу. Готов. Да-да-да-да-да, конечно. Да чтоб ты, подлюка такая, сдох уже. Отлично. Да на тебе! Ну что ж такое? Вы зачем бежите навстречу этим идиотам? Вы не дайте мне прицелиться. Этот 17-летний дятел башку свою подставил. Хочешь, чтобы я тебе полчерепа снес? Я могу. Мне не тяжело. Тойдите. А, хотя сейчас, сейчас зря я это сказал. Зачем я сейчас сказал? Тойдите. Они мне не мешают. Я просто уже начинаю становиться ворчливым. Как Вита наш, Скалетта, блин. Доблестный гений. Тихо-тихо. Кто-то там так раздает с такой очереди сумасшедший. А меня тут немножечко сохраняют вообще по ходу дела, нет? А, это ты? Ну, ну окей. Держи. Так. Томпсон надо будет подобрать. Да-да-да. Дробовик. Тоже можно будет подобрать. О, Кольт. О, так у меня уже вот такая вот хрень есть. А я с этого револьвера, с этой сраной пукалки. Давай, вылезай, вылезай. Оп. Оп. Да, конечно. Я даже не уверен, что мне нужен Томпсон, откровенно говоря. Где он? Он же куда-то здесь упал. Или мне казал. Хотя, ладно, я и так справлюсь без Томпсона. Привет. Ты кто такой? Кто это такой? А это свои, что ли? А, это, это... Ну, он вообще, он ничем не... А, он зелененький все-таки, зелененький, да. Это уже свои. Я куда-то пришел. Куда-то в родные места. Это как-то совсем уже. Эдди не обрадуйся. Да насрать на него. Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют? Согласен. Теперь эти уроды уже никому не... Согласен. Красавчик. Твою мать. Мне бы тоже напиться с касторки, а что-то хрип. Касторки или еще чего-нибудь. О, водичка, надо попить. До встречи. По горлу у нас дел жив. Давай тебя на два куска распилим и продадим на мясокомбинат. А, то есть я в эту сажусь, а ты в ту. Держите, чтобы взломать замок. Увидимся, Барри. Давай. Так, а мне куда с этой красотой ехать? По крайней мере, дали средство передвижения. Уже радует. А то я думал, придется тут вообще страдать. Всячески пешком идти до ближайшего, блин, населенного пункта. Мы же находимся где? На отшибе, насранном, да? В жопе, в полнейшем. Куда нам надо? Ого, ого, ого. Ах ты, Дерек. Сука ты, сука, Дерек. Вот нашел ты, где расположиться. Еще бы в сраном Лост Хевене расположился. Еще бы я к тебе через всю сраную Америку бы ехал в какой-нибудь рабочий, блин, квартал. Мать его. О, по-моему, это Чак Белли, если я не ошибаюсь. Хотя, может, это и Литл Ричард. Их не так-то легко опознать одного отдельно от другого. Они похожи. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-та. Ладно, я не буду портить эту песню, которую так, наверное, слышно ни хрена не будет. Потому что пою я хреново. По-моему. Было бы очевидно любому человеку, который услышал бы, как я пою хотя бы один раз. А никто не услышит, потому что я не идиот позорец. Так. Светит солнце яркое прям. Мы едем, наслаждаемся жизнью. Крейзи Хорс эта тачка, по-моему, так называлась в первой мафии. Но она выглядела по-другому, конечно. И ездила она как бы соответственно своему названию. Как сумасшедшая блинка была. Совершенно неповоротливая лошадь. Она была доступна исключительно в экстрим фрирайде или гонке без правил экстрим. Как-то там это так называлось. Классная была та Чилла. Только ездить на ней было совершенно невозможно. Зато у нее была самая высокая максимальная скорость или ускорение. Я уж не помню. Я там смотрел тогда по статистике. Ничего больше не нашел. А вот эта тачка, она такая. Она, по крайней мере, покладистая, красненькая. Та была черная. Это красная, чуть расширенная. Ну, похоже. Похоже на эту Крейзи Хорс. Значит, сейчас мы будем отвозить ее Дереку. Отвезем эту красоту Дереку. Он нам даст за нее какие-то деньги. Мне вот только что интересно, не придется ли мне потом повторно еще ехать за какой-то другой машиной. И тоже отвозить ее Дереку. Потому что Дерек этот, как мне кажется, редкостный жлобье. Просто редкостное жлобье. Он, скорее всего, возможно, заставит еще что-то привозить. А за эту заплатит, я не знаю, 5 долларов. И еще кусок пиццы своей даст, которую он будет жрать, сидя за столом. Он же наверняка будет что-то жрать, сидя за столом. Такой кабан. Я уверен, что у него жизнь пройдена... День пройден зря, если он не сожрал примерно так 20-30 килограмм пиццы за один вечер. Если он того не сделал, то, скорее всего, у него начинаются серьезные муки совести. Потому что, господи, я такой неамбициозный, не достигая своих целей, я должен был весить 500 килограмм еще в 15-летнем возрасте. Но нет, не получается, надо жрать дальше. Как-то так он, наверное, рассуждает. Подъемные краны. Индастриал прям прекрасный вообще. Я вот люб... Я, в принципе, это люблю. Мне нравится Индастриал. Мне нравятся всякие такие портовые склады, всякие краны, всякое такое говно. Люблю. Люблю. Не люблю, правда, когда мне нужно говорить, а я начинаю хрипнуть. И я совершенно не знаю, что с этим делать. Ни у кого вроде как на Ютубе из летсплейщиков я такой проблемы не видел, откровенно говоря. Не знаю, почему это преследует именно меня. Они что, распиваются, блядь, перед каждой серией? Или каким, блин, образом у них получается не хрипнуть? А я все время или хрипну, или перехожу на фальцет, при том, что мне уже не 14 сраных лет. Я уже давно прошел тот период, когда голос ломается, претерпевает всяческие постыдные изменения. Особенно, когда ты отвечаешь посреди класса, какой-нибудь сраный вопрос по... Мало того, по какой-нибудь сраной биологии, вот строение половой системы человека. И на слове у мужчины есть половой член, ты начинаешь фальцетить. Это вообще отвратительно. Останавливаемся, едем прямо. Едем прямо, бежим прямо, бежим, бежим зигзагами, да. Дерек, Дерек, я иду к тебе просто. О! Обалденно. Да. Приходи в другой раз. Приходи в другой раз. Ага, вот это, скорее всего, происходит каждую миссию. Прости, для тебя ничего нет. Опять же, я уже об этом упоминал. Скорее всего, у него были доступны какие-то дополнительные задания, но их вырезали к чертовой матери. Хорошо, а куда мне тогда... А, правильно, вот красная отметочка. Значит, я беру эту тачку. Я думал, надо поговорить с Дереком, но нет. Видимо, эту тачку нужно отвезти где-то, где-то, да, вот-вот туда, вот-вот как-то. Сейчас, сейчас. Да-да, вот светится этот поддон потрясающий. Сейчас туда вот и загоним. Продайте, выйти, продайте хот-род. Вот, а, ну окей. Сейчас мы выходим. И она загружается. Да, это калька с GTA San Andreas. Там тоже была такая фишка. Отдайте Эдди его 2000 долларов. А они у меня сейчас в кармане появились по мановению волшебной палочки. Я даже не поговорил с этим жирным ублюдком. Ну ладно, сейчас пойду, значит, к Эдди и отдам ему 2000 долларов. Слушай, так, если тут такая система, если тут деньги люди по воздуху передают, может быть мне по воздуху передать Эдди Скарпи 2000 долларов? Зачем я к нему сейчас еду? Мне вот Дерек их только что по воздуху, считай, передал. Я бы тоже мог бы там... Деньгу с Передатус взмахнуть волшебной палочкой, как сраный Гарри Поттер. И... и вперед. Хотя, я бы не так сказал. Я бы сказал, деньги сраному мудаку с Передатус. Наверное, вот такое было бы заклинание. Еще очки бы надел, да? Очки Витас Калет... Очки Гарри Поттера Витас Калетти бы очень пошли, мне кажется. Ну что ж, нужно ехать к Эдди Скарпи. Эдди Скарпа, скорее всего, находится в ресторане в этом Устрице или как там оно? А, нет, он даже ближе, он даже ближе, чем нужно. Но, тем не менее, не стоит раскатывать губу, потому что после того, как мы поговорим с Эдди Скарпой, с вероятностью 99,999% нам скажут, езжайте домой и ложитесь спать. И опять езда, и опять ложиться спать. Посреди, блин, дня, вот я более чем уверен. Но это можно, конечно, уточнить. Есть какие-то миссии, после которых спать ехать не заставляют. Как минимум последнее, что как минимум тоже странно, потому что я, по-моему, уже об этом говорил, повторю еще раз. Мне кажется, что эту игру в идеале нужно было закончить следующим образом. Витас Калетти убивает всех, кого ему нужно убить. И в самом конце ложиться спать и идут титры. Заплатить штраф. 50 баксов. Давай, давай. Без проблем. В отличие от первой мафии, тут у полицейского действительно есть блокнот. Он действительно вырывает из него листочек. Вита. Да, Вита действительно вынимает деньги. То есть, а в первой мафии, я помню, они просто с пустыми руками стояли и жестикулировали, как два дауна друг перед другом. Здесь такого уже нет. Ну, правильно, еще бы. В 2000 какой-то там, 11-й, 10-й год, когда эта игра вышла, все-таки уже технологии дошли до того, что можно отобразить сраный блокнот. От этого компьютер же не повиснет, правда ведь? Сейчас ни у кого не повиснет. Даже у тех, кто комп покупал в 2007-м. Значит, сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй! Я чуть опять не врезался, чуть опять не нашел все приключения на задницу. Это было бы очень грустно. Обгоняем. Обгоняем. Раз, обгоняем. Два, и вот мы практически приехали. Так, отвалите, ребята. Блин, вот какого дьявола! Мне нужно парковаться именно на встречной полосе. Ну, что за хрень? Я должен был с другой стороны ехать. Отдайте Эдди его деньги в мальтийском соколе. В какое-то гламурное место мы пришли. Тут такая даже, как красная ковровая дорожка, ничего такая. Ну, че, хапуга? Получай деньги-то свои. Да что ж такое? Открыть дверь. Привет. О, и ты здесь тоже. И. Ну, слава тебе, господи. Вот же тупыли наркоманы. Я надеюсь, ты не про нас. Они даже долго запомнят. Молодцы, ребята. Ага. Вот ваши... Уже молодцы. А я думал, ты нам сейчас глотки вырвешь. Спасибо, вы еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет-нет-нет, на сегодня все. Если что, я вам позвоню. Ну, ты босс. Ты босс вообще. Крутой чувак. Если что, он, блин, нам позвонит. Я прям счастлив. Я прям вообще в восторге, что он такой весь из себя деловой. Джо, куда ты делся? Блин, я думал, ты со мной поедешь вообще. Вот тут... Вот пидор жирный. Взял, кинул. Вообще оборзел. Вообще офанарел просто. Взял, бросил меня. Бросил на... На произвол судьбы. На очередной сеанс. Акт езды просто по городу. Сколько... Сколько я уже тут наездил в этой серии? Черт его знает. Ну, ладно. Ладно. Будем одни. И что за дело? Куда ты уехал, Джо? Почему не сообщаешь? Может быть, в дополнении к Мафии 2 Джо Адвенчер? Или как там оно называется? О, слышишь? Один вопрос. О чем мы так долго делали в ресторане? Уже вечер наступает. Я всего лишь отдал деньги и пошел назад. Какого черта? Эдди, ты что там? Владеешь... Размытием границ пространственного времени? Временного континуума или чем-то в этом роде? Какого хрена? Красный бар. Круто. Может, в красный бар зайдем? Пустим по стаканчику себе в вены. Нет, ведь это серьезный человек. Ему надо ложиться спать. Сейчас 6 часов вечера, судя по всему. Или 7, я не знаю. Судя по освещению на улицах. Точнее, по неосвещению на улицах. Потому что он начинает темнеть. Уже начало вечера, твою мать, красный свет. И полицейский. Ну как? На зло. Ждем. Стоим, ждем. Ребят, поговорить со... О, здорово, чувак. Ты водишь как раз такой же грузовик, на котором мне... Вот тебе не повезло, да? Нравится, да? Прямо управлять этим говном. Чтоб ты... Чтоб ты втрескался в какой-нибудь столб. Прямо при этом полицейском. Смотри, чувак. Ты вот за ним вот следи. Потому что на этом говне ездить невозможно. Он обязательно где-нибудь напорится на какую-то срань. Я тебе... Я тебе обещаю. Будешь его штрафовать просто. У тебя сегодня рыбный день. Ладно, оставим этих голубков наедине. Аптаун. Приехал в какой-то аптаун. А мне надо в даунтаун. Потому что даунтаун это... Как шутил один сатирик, которого я в принципе терпеть не могу. Таун для даунов. Поэтому к Вито Скалета это, наверное, относится в первую очередь. Потому что его поступки в этой игре, они просто поражают своим идиотизмом. Я не раз уже на это ссылался. Как мне кажется. То есть Вито это просто образец тупого безмозглого быдла. Такого, которое просто делает все, что прикажут. Ни о чем не думает особо. И при всем при этом потом еще постоянно ноет. Эй, Джо, из-за тебя. Все из-за тебя. Ты во всем виноват. А то ты не знаешь, что происходит, когда... А, мы едем, кстати, на новую квартиру. Я как-то об этом даже подзабыл. Я уже по привычке намылился к Джо. А потом смотрю, вроде как ничего не узнаю. Вроде не по дороге совсем. Ну окей, приедем, значит, сюда. Приедем сюда и... Мне нужно запарковать тут Ачилу, наверное. Правда ведь? Нехорошо оставить ее прям вот так вот. Давай, включить, припарковаться в гараже. Окей. А теперь побежали, побежали. Надо спать, нужно чистить зубки, читать сказки. Да, все надо, все надо. Главное, главное, чувак. Не смотри перед сном. Дом 2, я тебя прошу. Ложись спать, когда угодно. Но не смотри, это дерьмо. Я тебя просто умоляю. Так, открываем. Ой. Что открываем? Вот это, например. Так, я думаю, что не помешает заточить, там, я не знаю, пивомастер. Давай бухнем. Я, по-моему, ни разу вообще не бухал пиво в этой игре. Оно тоже повышает здоровье, так что неважно. Ну и, конечно же, лечь спать. Ну, конечно же. Давай прям сразу. Свет можешь даже не вырубать. Я уверен, он тебе не помешает. Ты спишь при любых условиях, при любых обстоятельствах. Глава 9. Бальзам и бинз. Uptown, 6 мая, 51-го года. Какой нахрен бальзам и бинз? О чем речь вообще? Это какие-то кодовые, паролевые слова. Там, я не знаю, пароль какой-то к чему-то или что. Что это такое, блин? Открыть новый элемент графики. А, снимите трубку. Проверьте главное меню. Не, не буду проверить главное меню. Давай вначале мы сразу оденемся, потому что сделать это придется по-любому. А потом уже снимем трубку. Окей. Алло. Да, Вито, у нас тут проблемы. Перествол и пил, ко мне в бар. И приезжай на приличной тачке. Ясно? А, ну вообще, без проблем. На приличной тачке. Приличной тачке это какой? И... А, это был выходной? У тебя что? У тебя, слышишь? У тебя там расписание, трудовая книжка, будние, выходные. О, так вы кто такие? Открывайте. Полиция, открывайте. Ребята, вы этажом ошиблись. Мне кажется, вам на этаж выше. Там я живу. Мне только из всех, из всех в этом доме полиция нужна только за мной. Реально. Кому, кому еще тут может понадобиться? Кого еще тут может понадобиться арестовать? Он сказал, приезжай на крутой тачке или что-то в этом роде. У нас же, опять же, дополнение. У нас куча всякого говна в гараже. Давайте что-то подберем. Нет, нет, говно, говно. О, неплохо. По-моему, тачка в самый раз. Нет? Хотя, я не знаю, если... Тут проблема вот в чем. Если мне надо будет поехать с ними двумя куда-то, с Джо и с Эдди, они могут не влезть. Тут двухместное сидение. Так, давай-ка припаркуемся в гараже и подберем еще что-нибудь получше. Давай подберем тачку стрима... Да тут они что-то все такие, я знаю. Ну, давай вот эту возьмем. Не знаю, по-моему, классная машина. Мне нравится. Давай, вот на ней точно не будет никаких проблем. Все, все влезут. Все, кто должен, все влезут. Полицейские проехали мимо. Женщина заорала, как будто бы я ей матку вырезал, как какой-то сраный Андрей Чикатило. Полицейским все равно. Они идут, они едут, они балдеют под радио, наверное. Мы тоже сейчас с этим займемся. Тут опять же рок-н-ролльчик играет, но эту песенку я слышал недавно. Ну-ка, что еще есть? Неплохо. А это? Вот это я, пожалуй, оставлю. Так, ребят, вы долго будете мозолить мне глаза? Надо срочно обгонять этого полицейского, он будет мне мешать. Если там впереди еще какой-то светофор. Вот, блин, я не могу, я вынужден стоять и ждать этого ублюдка. Где справедливость? Ну, в том смысле, что я не хочу стоять и ждать этого ублюдка, а я вынужден. Давай! О, поехали. Так, сейчас нужно его кровь из носа обгонять, вплоть до следующего светофора. Если опять так вот стоять, вот я не выдержу. Куда нам, кстати, далеко? Не очень, не очень. Сейчас быстренько доедем. Быстренько доедем, все будет окей. Так, 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 аккуратно поворачиваем, смотрим на радар. Полицейских больше нет. Значит, радар, второй мафия, первый отличается. Отличается, судя по всему, тем, что у нас не показаны обычные пешеходы и обычные автомобили. Показаны только полицейские. Это, в принципе, правильно, потому что какой нахрен смысл в обычных машинах на радаре? Их и так видно. А вот то, что полицейские едут, это уже интересней. Значительно интересней, это лучше видеть сразу. И, опять же, если бы было нагромождение белых тачек, полицейские тачки бы терялись. Все правильно сделали. В первой мафии можно было, в принципе, тоже убрать вообще тот сраный радар, а сделать действительно какую-то как мини-карту. Потому что, ну, кто-то может сказать, что это менее реалистично, что увидит в машине мини-карта. С другой стороны, я сильно сомневаюсь, что у Томми Анджело в 30-х годах в машине мог быть такой сраный радар, как в первой мафии. Какой-то радар, приспособленный для, не знаю, для подводных лодок или что-то в этом роде. Кто играл, тот помнит. Сейчас едем уже прямо и практически приехали, да. Так вот, что я там еще хотел сказать? А я понятия, блядь, не имею, что я хотел сказать, потому что мысли одна за другую заходят. Я могу сказать только одно, мы приехали. Мы приехали, и сейчас я выйду и буду разговаривать с Эдди Скарпой, потому что у нас проблемы, я должен был приехать на клевой тачке, и я это, собственно, и сделал. Давай, открыть дверь. Да, заходи, что-то он не хочет сразу в эту дверь заходить. Доброе утро. Здорово. Привет, Витова. Хочу тебя кое-кому представить. Оба-да. Это Карло Фальконе. Фальконе. Это ж босс. Очень приятно, мистер Фальконе. Видо. Видо. Итак, Вита, что ты думаешь об Альберте Клементе и Луки Гурино? Я сейчас на мудаки. Мне кажется, эти сукины дети хотели на 5 тысяч, а потом оставили за решеткой. Вообще, блядь. Хорошо, потому что эти двое собираются против нас выступить, конкурс, музыкальный конкурс, выступить? Они ударили по барабанам, да? Нет, без проблем. Я умею на гитаре катать. Давай. Спасибо, мистер Фальконе. Вообще неприятно, Вита. Да, мне тоже было приятно. Дай закурить, чувак. Все-таки классные сигары. Вчера пропала машина с тремя нашими. По городу ходит слух, что в этом замешан Лука. Кто пропал? Лука, объелся Лука, да? Карл Бинс и двое ребят, которые мы находили. Тони Бальзам и Фрэнки. Да. Бинс, бухгалтер Карло. Если он заговорит, нам конец. Угу. Что я должен сделать? Дождись его у входа в бар у Фредди и проследи за ним. Окей, да. Пусть конец, мне пофиг. И потом, если вдруг он хоть как-то в этом замешан, прибей, ублюдка. Это без проблем. Это я люблю. Попробуй их освободить. Надеюсь, ты найдешь их до того, как они запоют о наших делах. Ну, чувак, они же хотят выступить против нас. Наверное, запоют, когда... Понятия не имею. Сыграют и запоют. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину и оружие. Ладно, без проблем. Хорошо. Заедешь сюда, как закончишь. И запомни, Витал. Никому ни слова. Ясно. А официанту можно сказать? Такую тайну при себе хранить, это... Это слишком. Я как Шелдон Купер в теории большого взрыва. Я не могу хранить секрет. Так, окей. Значит, куда мне там надо? Далеко-недалеко? Не очень далеко. Вот можно, я думаю, в принципе, быстренько доехать. Так. А хотя нет, нельзя быстренько доехать. Доеду быстренько в следующей серии. Я смотрю, это идет уже так нормально. Примерно 25 минут. Я решил выкладывать примерно по 25 минут, чтобы успевать делать побольше. Потому что времени мало. Когда выкладываешь по 40 минут, это тяжелее. Меньше получается серий, больше устаешь. И все такое. Поэтому, если понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите что-то в комментариях. Всем счастливо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok